Всем привет! Это канал о домашних животных. Сегодня поговорим с вами про родезийского риджбека. Благородная осанка, горделивый умный взгляд, мускулистые ноги, широкие мощные плечи, красивый окрас с золотистым, красноватым или пшеничным оттенком, блестящая с переливами шерсть. Так кратко можно охарактеризовать родезийского риджбека. Еще можно добавить, что он очень красив всегда, в движении, особенно во время грациозного бега, или когда забавно щурится от солнца или стоит замерев. У родезийского риджбека есть другие названия. Африканская львовая гончая, африканская собака лев. Выведена она была африканскими заводчиками для того, чтобы у местных фермеров появился верный помощник, умеющий охранять хозяйские угодья и защищать имущество. Такая собака не должна была бояться резкой смены температур, присущей африканскому континенту, и не ощущать недостатков воды и почти сутки не хотеть пить, а также уметь охотиться и охранять охотничьи трофеи, иметь короткую шерсть, чтобы паразиты не смогли в ней жить, и при этом оставаться верным покладистым другом семьи. Для создания такой собаки были задействованы не только благородные породы, грейхаун, блатхаун, немецкий док, но и местные малоизвестные породы. Положительное качество породы. Специалисты так оценивают характер родезийского риджбека. Это умная собака, очень отважная, выносливая, но в то же время тихая и независимая. Иногда даже может показаться, что она немного ленивая и неповоротливая, но во время прогулок или обхода своей территории, а также в случае опасности, она превращается в настоящего охотника. В этой породе гармонично сочетаются такие качества, как охранные и охотничьи. Несмотря на то, что весят риджбеки в среднем 35 килограмм, зафиксированы случаи, когда собака вступала в бой со львом. Пес этой породы обладает бойцовскими качествами, но попадая в семью, он прекрасно со всеми ладит. С ним даже можно на время оставить ребенка среднего возраста, и питомец будет терпеливо переносить все его капризы. Находит он общий язык и с другими собаками и животными, особенно если они выросли вместе. Однако может проявлять и агрессию, особенно к мелким животным, так как охотничьи инстинкты развиты у него очень хорошо. Он добросовестно охраняет жилье и имущество хозяев, причем защитный инстинкт у него развит хорошо, и не приходится его этому учить. Задача владельца – обучить собаку контролировать эту способность. Без дела просто так риджбек никогда не лает. Если раздается его лай, это значит, что на территорию зашел непрошенный гость, или происходит что-то странное, на что хозяевам следует срочно обратить внимание. Гулять с радезийским риджбеком можно в любую погоду. Он не боится ни холода, ни жары, оставаясь таким же активным и веселым во время прогулки. Многие собаки на участке перед домом оставляют после себя вырытые ямы. Радезийский риджбек этого никогда не делает, но может вырыть себе пещеру, если это очень жаркое время года. Что еще привлекает в этой собаке? У нее нет слюнотечения, чем, например, отличаются боксеры. Во сне она не храпит, как бульдоги, и неприятного запаха от нее нет, как, например, от шарпеев. Небольшие минусы данной породы. Красавец риджбек смотрится очень эффектно, и некоторые люди, выбирая породу, предпочитают его именно из-за внешности, а затем сталкиваются с такими трудностями, как доминирующий характер животного. Поэтому нужно учитывать, что только хозяин с властным волевым характером сможет содержать радезийского риджбека. Дрессировке придется уделять достаточно много времени, чтобы в дальнейшем собака выполняла все команды, подчиняясь и была покорной. Понадобится послушание собаки, когда она идет на поводке, так как мускулистому риджбеку не составит труда, не обращая внимания на сдерживающие путы, мчаться вперед, заставляя хозяина бежать вслед за ней. Риджбеки очень любопытны, и пока домочадцев нет дома, могут порвать, разбить и испортить достаточно много вещей. Чтобы собака всегда была в хорошей физической форме, ее нужно выгуливать достаточное количество времени. Преодолевать огромные расстояния на большой скорости ей не составляет особого труда. Длительные прогулки с активными играми и пробежками – вот что нужно риджбеку. Это заложено у них в генах. Ведь перед первыми заводчиками стояла задача вывести собак для охоты, чтобы они могли передвигаться без передышки на большие расстояния. Поэтому если нет такой возможности, пес заскучает и будет наводить в доме свои порядки. Если рядом живет несколько самцов, у них могут возникать постоянные разборки за доминирование. Поэтому держать их следует на огороженных друг от друга территориях. Содержать питомца желательно на участке с большим пространством. Лучше, если он живет на приусадебной территории. Тесная квартира для подвижного и энергичного риджбека не очень подходит, особенно если он надолго остается один. От одиночества собака может стать буйной и натворить в помещении немало бед. Болеет радезийский риджбек достаточно редко. Однако есть ряд болезней, которым он наиболее подвержен. Прежде всего это врожденная глухота и заворот века, а также вздутие живота и дисплазии тазобедренного сустава, катаракта и дегенеративная милоапатия. Продолжительность жизни породы в среднем 10 лет. Представить этой породы стоит дорого. Цена на некоторых щенков превышает 1500 долларов. Если владелец не успевает ухаживать за шерстью питомца, то имея радезийского риджбека он останется доволен. Эта порода не требует тщательного ухода. Всего раз в месяц достаточно расчесать шерсть, но имеет для этого специальную щетку из натуральной щетины. В зоомагазине выбор их довольно большой. Купание собаки много времени также не занимает, но к этой процедуре нужно подготовиться. То есть заранее приобрести резиновые перчатки, с помощью которых легко удаляются отмершие волоски, а также мягкую щетку, специальные средства для шерсти, чтобы она была блестящей и здоровой. Необходимо проверять локти риджбека. Они могут становиться сухими, и тогда их следует смазывать кремом. Дрессировать риджбека нужно с самого раннего возраста, иначе в дальнейшем будут возникать большие сложности. Причем воспитание должно быть твердым, потому желательно, чтобы этим занимался специалист. У этих собак отменный аппетит, поэтому нужно следить за рационом и вовремя предотвращать ожирение.